Экономика Швейцарии находится в прекрасной форме. Создаются новые рабочие места, как в частном секторе, так и в государственном. По крайней мере, об этом говорят последние данные статистики. Правда, так было не всегда. Цифры занятости на протяжении 90-х годов находились в состоянии стагнации. Рост начался только 10 лет назад. Сейчас постоянную работу в Швейцарии имеют почти 5 миллионов человек. Михаэль Зигенталер, экономист Цурихского центра исследования промышленной конъюнктуры, говорит даже о промышленном чуде, одной из причин которого стало опережающее развитие сферы услуг. Другим фактором стал режим свободы перемещения с ЕС. Многие европейские компании использовали его, чтобы открыть, например, в Швейцарии торговую точку. Без этой свободы их решение могло бы быть иным. Если мы и дальше хотим создавать рабочие места в Швейцарии, то наш экономический курс и наша налоговая политика должны оставаться для иностранных компаний привлекательными. Примечательно, что новые вакансии создаются сейчас в Швейцарии прежде всего в государственно-бюджетном секторе. За последние 10 лет в клиниках, домах престарелых, детских садах и университетах было создано 65 тысяч новых рабочих мест. Михаэль Зигенталер полагает, что это признак здорового роста. Население стареет, становится богаче, и нам нужно больше рабочих мест в сфере здравоохранения. Огромное значение имеет сейчас экономика знаний, значит, нам нужно усиливать сферу образования. Следует учитывать фактор роста женской занятости и численности населения. Нам нужно больше врачей и учителей, а все вместе это ведет к увеличению государственного сектора экономики. В самом деле, в Швейцарии за последние 10 лет занятость в области государственного управления возросла на 30%. Патрик Шиленбауэр, экономист либерального аналитического центра Авенир-Свис, рассматривает эту тенденцию с критических позиций. Я бы не стал всецело полагаться на госсектор. Например, у нас уже сейчас есть возможность урезать расходы на бюрократию, используя труд в удаленном режиме на основе компьютерных сетей. В этой связи, наблюдавшийся в последние годы непропорциональный рост числа вакансий в секторе управления является для меня скорее проблемой, нежели решением. С его точки зрения, если все так пойдет и дальше, то Швейцарию ждут неприятности. Наибольшая опасность состоит во вторжении государства в высокотехнологичные экспортные секторы экономики. Государство, конечно, тоже может инвестировать, однако потом оно начинает компенсировать свои издержки за счет потребителей путем повышения налогов. Частная компания делать этого не может, а потому возникает неравенство в конкуренции. Итак, экономика Швейцарии растет, но за счет государственного сектора, хорошо ли это для нее, вопрос остается открытым.